Ученик превзойдет ученика. Это мировой лозунг. Здравствуйте, гостевой много отзывов о сверхмортойкости абрикоса королевский. Как вы можете описать феномен? Феномена никакого нет. Во-первых, королевский абрикос он называют с моей легкой руки. Раньше как-то царский путали, там есть царский, он сиренячок, конечно. А королевский, когда я начал печататься с 2004 года, всего 15 лет назад, вот тогда он пошел... Ну, короче, если сейчас вы наберете королевский абрикос, мы там не будем сами потом. Вы говорите, их, наверное, уже сотня сайтов ими занимается. Настоящий королевский, он родом из Франции. И скажите мне, если мне вручают, допустим, скажите, ну я не был во Франции, могу я достоверным быть человеком, что это он? Смотрите. Вы про сверхмортойкости. Надо добиваться двумя путями. Первое. Когда подсовывают вместо королевского такой полу-декий, полу-культурный абрикос. Раз, я сам несколько понаплодил этих сыновей манджурса, да? Плоды скромные. Ну, назови его королевским, и все. Это раз. И уже он как бы возвеличен. Хотя потом, когда он заплодносится, окажется, что он, в общем-то, заурядный. Но морозоте. У меня один принцип. Чем мельче, тем морозоте. Это один путь. Второй. Потомки, которые размножаются, я вам сейчас покажу, как это делается. Вот, например, я продавал, у меня они, правда, закончились. Суржайчик-то был ширенький в этом году. И они у меня чуть ли не первыми кончились, так? Вот. И что вырастет из косточек? Вот здесь получается как? Вот, может быть, папа, то есть, ну, папа, я имею в виду, там, соседние деревья, которых по лесу принесла пчела, они могут их сделать более устойчивыми, но менее культурными пчела. И наоборот. Мне повезло в чем? Когда мне сосед подарил леточку под названием королевский, я больше ничего происходить не знаю. Но когда у меня был первый урожай, деревня сошла с ума. Плоды были вот такие вот, правда, другие, но тогда вот такие вот. Самое крупное было еще крупнее. Вот. Так. И тогда я другу говорю, вот у тебя библиотека, давай найдем. Нашли. Вот. Слово королевский-то у меня застряло в голове. Родом из Франции. Происхождение. Раз. И второе. Плоды весом 50-60 грамм. А у меня они 50-60 грамм. Вот на этом снимке, смотрите, сейчас покажу. То есть, середнячок. Вот. Видите? Вот это 50-60 грамм. И вот это. Вот. 50-60 грамм. Это середнячок. И у меня получилось как. Первое же дерево, оно с годами, оно сейчас живо, помните его. На манджурце привито. Самый сыром месяц. Т-т-т. Сколько я про него плерсил. А вот. Плоды несколько уменьшились. Ну, как несколько? Смотрите сюда. Вот этому фотографии два года. То есть, два года назад. Вот он, Королевский. Тот самый. Это ветерант. Это мастодонт. Это материйще такой. На манджурце. Он дал сотни ведер, плодов. Все-таки привито был 2015. Ой, 2000. Да. Льюисе. Ой. 1986 год. Да. 1986 год. 1985 у меня еще рос этот. Дикарь под ним. Так. И. Случилось чудо. И он мельчал, 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 мельчал. Так. Снимает, вот не смотрите. Это Амур. Это я, Алексейка, отвечаю. И вдруг в 2016 году случилось чудо. Помните, я про эти чудеса рассказывал? Большинство абрикосов в один год вдруг окрасились невероятно. И укрупнились. Амур и тот. Вот даже то, что вы видите, наверное, вот здесь. Вот это крупнее, чем он должен быть. Это особый какой-то год был. А на следующий год, где красные стали, оранжевыми, оранжевыми, стали желтыми. Это тайна такая, которая касалась всех. Не то, что какой-то один там заблудший, может быть, даже прямое опыление, то, чего наука не верит. То, что называется телегония. Может. А тут все. И вот я тогда сделал этот снимок, который, о-о-о, вот она крутит. Видит на мою рожь. Вот. Она еще такая же цвета, как абрикосы. Да. И вот, значит, это одна окраинность. Вот. В среднем. Нет. Не сюда. В среднем. Сейчас они измельчали. Вот такие. А начинал, помните, вся деревня. Персик, персик. Уже лезет. Персик. Ну, вот сейчас вот такие вот. Повторится этот год. Там ниже, что у нас. Другая тема. Повторится этот год. Посмотрим. Но я его не смог вычислить. Почему? Почему были эти самые... Ой, долго рассказывать. Да, мы фильм увидели. Кто-то. Кто хотел. И вот я для сравнения, да. Итак. У меня сохранилось три дерева. Черенки проданы. Все. Уже резать нечего. Я их называю потомками маточника. То есть. Чудо такое. Человек у меня покупает. Ой, рядом покупает участок. Напротив. У бабушки. Вот. И я ему продаю два абрикоса. Я рассказывал. Вот. Алисекий. Тот, наверное, помнит. Три саженца, два продал. Третий. Самый вшивенький. Ну, не вшивенький. А, на тебе. Подарок. Все-таки. Новоселье. Подарил. На тебе, боже. А он взял и стал лучше всех. И вот он перед глазами. Это еще молодое. Меня в фильмы видели. Какой гигантский урожай был. И таких же крупных. Да. И таких же крупных. Вот. И вот, значит. Я ничего понять не мог. Уросло дерево. Ну, крупное. Крупное. Молодое. И, наконец, даже в 2008 году. В 2018. Последний год. Помните мои фильмы. Ну, вот. Эх. Надо было фотографии. Я там это. Фильмы показываю. Вот они крупные. Огромные. Эти три дерева сохранили крупность. А те в большом саду нет. Рядом с ними растут плебель. Так. Вот. Вот рядом. Скорее. Вот это вот сейчас такой. Подчеркиваю. Был еще крупнее. А вот эта фотография в 2016 году. Фильм в 2018. Сохранили крупность. Почему? Поняли уже. Некому их было опылить или испортить. Слова подбирайте сами. Вот. И вот получилась такая вещь. Вот это сейчас. После того дерева. Где оно там делось-то? Объясняю. Как могу. Давайте по порядку. Я рядом с ними. Самые крупные. Я вырастил. Вот это 120 грамм. Вот. Я его переделанный академик назвал Курдюмом. Но знаете как? Два цветочек разослал. Наука должна была застолбить это слово Курдюмову. Раз уж не хотят его в академике брать. Вот. Он-то не лезет, а его не хотят. Это я говорю, что его надо в академике. Вот. Фаина. Ладно, так изменилось. Страшно изменилось. Это ладно потомки. Вдруг вернула крупность, когда уже потеряно. Она была. Я показывал потомков. Красное, желтое, оранжевое. Несколько деревьев. Ну, уже полчил два раза месяца. Вдруг раз. Да что ты будешь делать? Вот. Ну. Багнитативный клон. Три отца. Королевский. Академик. Тима Манджорис. Манджорис. Самый незаконный. Это подвой. И вот получилось. Вот видите. Разве скучно жить. Итак. Что ты там еще спросил у меня? Вот. Лучше бы не спрашивал. Мы бы потихонечку всем советовали. А сейчас так все медленно. Дайте ссылку. Никак не могу источников. Я брал откуда источник. Это уже другой. Этот. Это почти совпало. Значит. Моя ссылка была. Книга. Ростовское издательство. Какой-то. 80 или 70. Какой-то год. Вот это. Это происхождение. И через несколько лет. Я нашел ссылку. Что абрикос. Королевский. Является. Сеянцем абрикоса персиковый. И в скобках. Тоже Франция. Значит его там испортили. То есть Сеянц. А персиковый был еще крупнее. Если мой такой. То тот был еще крупнее. В общем. Как мог ответить. Насчет морозостойкости. Здесь она обеспечена за счет А. Климат. Достаточно сухой. Видите. Нету никаких. Как у Курдемов заметил. Никаких повреждений. Ни от насекомых. Ни от плесени. Так. Трю. Это вообще мне не знакомо на абрикосах. Это раз. Вот. Относительно сухой климат. Бывает дожди. Но почему-то ни одной плесени так не появляется. Даже когда месяц сыра. Ладно. Второе значит. Морозы до сорока. Очень редкие. Годы за сорок переваливают. Для них это уже нормально. Адаптация за счет. Манчжурца. Вот. И есть еще один но. Ничего не заметили. На нем ни одной раны не найдете. Так. Ну проехали. И если происхождение из других мест, то корневка имеет такое же отношение, как я имею отношение к кипецким пирамидам. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok